Шалом, дорогие! В Библии есть шесть стихов, а именно первая книга про Липоменом, 16 глава, 34 стих, 105 Псалом, 1 стих, 106 Псалом, 1 стих, 117 Псалом, 1 стих, 117 Псалом, 29 стих, 135 Псалом, 1 стих, в которых говорится «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». С помощью шести этих стихов Господь напоминает, что нам нужно искренне благодарить Его за то, что Он благ, и за то, что Его любовь вечна. В 33 Псалме, 9 стихе, Давид говорит «Вкусите и увидите, как благ Господь». Блажен человек, который уповает на Него. Господь Иисус действительно благ, Его любовь вечна, поэтому что бы вы ни испытывали в это время, хорошее или плохое, я скажу вам, что Господь Иисус по-прежнему благ ко всем нам. Он очень сильно любит всех нас. Библия говорит, что Господу Иисусу пришлось умереть в невероятных муках, чтобы мы могли быть спасены от вечного наказания в аду. Библия говорит, что Господу Иисусу пришлось умереть, истекая кровью, потому что без пролития крови не бывает прощения грехов. Библия говорит, что Господу Иисусу пришлось умереть в невыносимых страданиях. И все это для того, чтобы, во-первых, наши болезни были исцелены, а во-вторых, чтобы мы обрели свободу от наших страданий. Помните, что ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, и Господь возложил на Него грехи всех нас, потому что любит нас. Любил нас, и наше исцеление целиком и полностью зависит от того, что сделал Господь Иисус на Голговском кресте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пятый пункт «Бойтесь Господи Что если вы хотите выбрать жизнь, а не смерть, а не смерть? Если вы хотите обрести счастье, а не проблемы? Если вы хотите, чтобы вам сопутствовал успех, а не неудачи, если хотите стать здоровыми и не жить с болью, тогда вам нужно старательно хранить свое сердце. Помните, не оскверняйте свои сердца, не оскверняйте их завистью, не оскверняйте их ложью, не оскверняйте их злом, не оскверняйте обидами. Наши сердца должны быть чисты. Живите честно перед Богом. Это называется быть искренним человеком. Вы говорите и делаете то, что есть в вашем сердце. Это и есть быть честным перед Богом. Песня благодарности Давида, записанная во Второй книге Царств, 22 главе, 25 стихе. Звучит она так. Поэтому вам не стоит быть лукавым человеком, поскольку Бог поступит с вами по вашему лукавству, если вы будете таковым. Многие даже не могут себе представить, как это Бог может поступить лукавым. Так что, если кто-то из вас испытывает некие трудности, которые кажутся вам довольно необычными, то пришло время. Это самое время, когда вам необходимо попросить прощения. Прежде всего, у Господа. Прости меня, Господь. Прости меня, Господи. Когда Господь Иисус скажет вам, что ваши грехи прощены, вот тогда вы будете исцелены и восстановлены полностью. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Прости я, Господи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум И слышно стало, что он в доме Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места И он говорил им слово И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством Раскрыли кровлю дома, где он находился И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный Иисус, видя веру их, говорит расслабленному Чадо, прощаются тебе грехи твои Тут сидели некоторые из книжников И помышляли в сердцах своих Что это он так богохульствует? Кто может прощать грехи? Кроме одного Бога, Иисус Тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе Сказал им Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному «Прощаются тебе грехи» Или сказать «Встань, возьми свою постель и ходи» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий Имеет власть на земле «Прощать грехи» Говорит расслабленному «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой» Он тотчас встал И, взяв постель, вышел перед всеми Так что все изумлялись И прославляли Бога Говоря при этом «Никогда ничего такого мы не видали» Когда Господь Иисус Сказал парализованному человеку Что его грехи прощены Некоторые книжники стали думать про себя так «Почему этот человек так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного лишь Бога?» Господь Иисус, узнав своим духом Что они задаются таким вопросом Сказал им «Для чего вы так размышляете в своих сердцах? Ибо что легче, сказать парализованному «Прощаются тебе грехи» Или сказать ему «Встань, возьми свою постель и ходи» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий Имеет власть на земле прощать грехи Он сказал парализованному «Говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди в свой дом» Он тут же встал Взял свою постель И вышел на глазах у всех Так что все удивлялись и прославляли Бога Говоря «Мы никогда ничего такого не видали» «Мы никогда ничего такого не видали» Кто этот Господь Иисус, Который имеет власть прощать грехи А Он и есть Сам Бог Бог, Который стал человеком Поэтому никогда Слышите? Никогда Не говорите перед лицом Господа Иисуса «У меня нет никакой надежды» Это просто не может произойти Это невозможно Мою болезнь не исцелить А мою семью уже не восстановить Мою работу не вернуть Я скажу вам, что в нашем Господе В Иисусе Христе возможно абсолютно все Для Него нет ничего невозможного Потому что Господь Иисус Бог, ставший человеком И у Него есть власть прощать грехи Все грехи всех людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok